Всех приветствую на Услит онлайн, также с праздником. Сегодня день трудящихся и уже третий месяц весны, так что все будет теплее и теплее. Сейчас мы рассмотрим новости, которые нужно выделить на следующей неделе. Начнем с того, что начались майские праздники и рынок поликвенности будет чуть-чуть поспокойнее, особенно на российском рынке. Из интересного, значит, вторник. Решение процентной ставки Австралия. Аналитики считают, что могут снизить процентную ставку на 0,25%. Потом, в среду, индекс деловой активности Канады и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по ADP-отчетам. Ну, там, скорее всего, вытянутая за уши статистика. И в пятницу уровень безработицы по штатам может на рынке немножко качнет волатильности. И по новостям. По отчетам на следующей неделе. Суббот, нефтегаз отчитываются. Потом Мечил во вторник. Новотек во вторник отчитывается. Газпром в среду. Роснефть в среду. И Фосагра тоже в среду отчеты. АИГ в четверг отчитывается тоже, ну, немаловажно, цене групп. А, сори, это было на этой неделе. Сейчас. Я перепутал даты. Это отчеты были на этой неделе. Сейчас, подбулись на данные на следующего. Так, 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 так. Так, из интересного... Из интересного ничего. Так, хорошо. Ну, а теперь посмотрим сделки трейдеров, которые были на этой неделе. Начнем с S&P. Life is so short с аватаркой грустного котенка. Занял первое место. Очень были техничные сделки хорошие. Обратите внимание, нестандартные входы. Я бы даже спал риском. Но, как видите, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Рюрик вот с такой мега продажей в четверг поработал неплохо. И в пандемии тоже хорошо на максимум зашел. Ямаха. Есть хорошие сделки, кучу просадок, которые можно избежать. Но я бы хотел выделить вот сделку Клима, которую вчера невозможно было не заметить. Кто следит за трейдерами онлайн, Напоминаю, что вы можете так же присоединиться к комьюнити. Это абсолютно свободно. И вот так вот зашел, вот так вот вышел. Просто какая-то магия. Вот. Ну, в принципе, так что там. Остальные так себе поработали на Elixir TES. Также активность немножко упала, потому что праздники на этом уже потеплело. И первое место SVK занимает. В общем, из всех сделок на неделю в первой половине недели хорошо провернул две покупки и продажу. Причем покупку и продажу в понедельник круто получилось. Вот. И все. И ушел на выходные. В принципе, правильно сделалось. Так. Потому что и в среду, в четверг там на процентной ставке по России вы сами видели, как индекс РТС тебе показал. Гуров на продаже неплохо прокатился в понедельник. Первый раз не получилось, но он не сдается. И вот все-таки зафиксировал. Здесь, вот в этой сделке, я бы хотел отметить своевременный выход. Четко прочитал настроение рынка и во вторник утром уже в 12 часов официрует продажу. Что, в принципе, правильно было правильное решение. Макс, ух ты бог, ну, это не все так просто. Здесь все очень сложно. Но техничные сделки есть. Достаточно неплохо. Режет убытки, как видите. но не всегда. Здесь у него, видно, пошла эйфория от торговли и и все. Так, ну, ничего, подправим. Так, Рандрус, я даже не хочу включать эти сделки, там, миллиард сделок, которые, ну, необъяснимы вообще. Так, CRS очень рисково. Практически все точки входа на высоком риске, что обычно нестабильно для трейдера, потому что сегодня получается, завтра рынок накажет такие сделки. Так, жму риг на этой неделе 79 пиццов, немного, но пока тренируется, пока занимается, отрабатывает точки входа. Ганди, да, вот Ганди на РТСе, наверное, ему первое место вполне нужно присвоить, так как четко зашел где-то около 12, там, где как раз зафиксировал продажу буров, там зашел Ганди. Стоит без убыток, правда, не на 100 контрактов. Это залет. Сто контрактов покупки, а без убыток на 50 контрактов. Потом рублик. Так, Маркуша, я думаю, вполне заслуженно получает первое место, хоть и я не люблю набор убыточной пирамиды, но у него это как-то там получилось. Первое место за вход вечером на покупку и в принципе в этот день была неплохая продажа, вышел из массива хорошо на шарте и сопровождал тоже спокойно, что на рынке мало встречается. Напоминаю, что трейдеры, у которых нет никнейма, нет аватарки, они, мы пропускаем просто, это как бы привидения, и они не участвуют в рейтинге за общий контракт. Так, Аржуна или Альюна с какой-то иконой божества, ну, неплохо, посмотрите внимание, какие-то хорошие точки входа, чистые абсолютно, практически не было никакой красной зоны, вот здесь со второго раза на продажу зашел, но это неплохо, да, то есть, хорошее, хорошее ощущение рынка и чтение тут на покупочке оперативника. Ну, вернулся Виталий 1245, где у таких продажки, остальные все, как видите, в убытке, либо с реальными торговыми счетами, они не отображают доходность еврик. Первое место у нас занял Астрал, участник группы профкурс. Вот так вот, аккуратненько, по чуть-чуть, по чуть-чуть и 215 тиков взято за эту неделю. Как видите, одни покупки, не было ни одной продажи, вполне, вполне перспективный трейдер. Здесь запутался трейдер, что-то там во вторник и в понедельник. Я не люблю такой трейдинг, но посмотрите, что это такое. Сделка на сделке абсолютно очень много. Ну, скальперы, они долго не живут на рынке. это как раз есть мясо рыночное. Так, Севен. Зашел на бай, вышел. Неплохо, в принципе, отлично. Режут убытки. Хорошо. Карлос на шуте был. И пират 98. Вот такой вот чудо вытворяет. Так, жалко, исчезли наши активные участники рейтинга по валютному рынку. Так, вот они, получается, у нас снова пират 98. И на еврике, в принципе, плюс я закрылся. и на хунтяге. Отлично. Теперь у нас сейчас посмотрим нефтяной сектор. Карлос тут рубит. И так, CL, LightSuit Proil, AAA. Неплохо, в принципе, хорошие сделки есть. На рисковом, конечно, Ух ты, мой, это вот взлет. Это вот да. Так, Бостон. И все, в принципе. Так, ну, теперь золото и начнем. Напомню, что даже по Газпром, по Сбербанке есть участники. Сейчас попробую их показать. Так, Карлос первое место на золоте. взял. Можно было раньше выйти, но все равно. Лариса тоже на покупках прошлась. Ну, в общем, все, кто Ямаха тоже неплохо показал, особенно шорт. Правда, зафиксировал неудачно, но все равно. ПАВ. Вот такие шорты были. Еще один талантливый трейлер по добыче золота. 5Dtrade. Тоже качественные сделки бывают очень стоит следить. И, в принципе, все. Так, сейчас посмотрим Сбербанк и Газпром. И начнем. Вот такая покупка. Круто, правда? Технично, хорошо, качественно зашел. И единственный минус это нет стоп-приказа. Вот так хорошо. В принципе, позицию оставил на выходные. цена уже на достаточно безопасном расстоянии от открытия позиции, поэтому вполне можно оставить на следующую неделю. Там посмотрим. Так, и Газпром сегодня не открывали ничего. Вернемся на исходную по S&P. Скажите, это реальные сделки? Этот трейдер открывают в реальной жизни, в реальные сделки, в реальные то, что они нажимают в терминале открывается позиция и сразу идет трансляция на паблик рейтинг. А если вы спрашиваете насчет подключения к реальным денежкам, у каждого свой счет и он может вытранслировать или не транслировать. Есть трейдеры с реальными счетами и есть виртуальные счета. А в чем разница для вас? Это реально считаю или нереально считаю? Сериотип какой-нибудь? в чем-то? В чем-то? В чем-то? Ну да ладно. Начнем с S&P. Итак, посмотрим ситуацию в общем за контракт. Берем лишние линейки. Стоит выделить такую просто прям невероятную активность в диапазончике 20, 98, 21, 2, 0. Ой, нет, немцы. Надо выделить это в качестве сопротивления. То есть проверочный уровень должны обязательно пробить. Те, кто рассчитывает, что еще будет рост. Вот этот диапазон необходимо пробить. Это уровень сопротивления достаточно такой ключевой. Затем у нас на максимуме встретили в этих 5 баксах тоже так 2 сессии объемно набросали позиции, сняли стопари и в принципе 2 сессии потом не опустили ниже. Обратите ваше внимание, Артуриос. Артуриос, смотрите. 20% в рейтинге вот эта процентность просчитывается не от счета. У нас другая концепция отображения успешных сделок вообще статистики трейдера. Как вы думаете, почему у нас отображается рейтинг непосредственно в пипсах? Не в кэше, не в процентах. Видите, первый в рейтинге у него плюс 44 пипса. Потом 24, 16, 1. Это процент от маржи на сделку. Понимаете? То есть, чтобы рейтинг был максимально достоверным и объективным, процент от счета это никак не складывается. У одного торговый счет миллион, да, виртуальный кэш, и он открыл один контракт и взял весь тренд и заработал там полпроцента, например. А у одного счет 10 тысяч долларов и он на все плечи зашел, взял 3 пипса и уже миллиардер, да, по процентам. Вообще, в процентах сравнивать это достаточно неудачная концепция финансистов, иллюзия, скорее всего. А в пипсах, то есть, если вы взяли движение в 100 пипсов, неважно, один контракт у вас или 200 контрактов, вы взяли движение в 100 пипсов. Вы вот реально вот получилось. Вот как рейтинг выстраивать правильно? Ну вот видите, если бы все открывали на одном количестве контрактов, все открывали со старта на одних счетах, по размеру тогда еще можно. А так у всех разные счета, разное представление о рынке и количество контрактов. Поэтому вот так рейтинг вы не выстроите правильно. И все эти рейтинги, там, на ЛЧИ, это все достаточно, ну, грубовато там посчитывается. И необъективное, я бы даже сказал. Пожалуйста. Так, возвращаемся. Значит, уровень номер один сопротивления. На следующей неделе будут тестировать, я думаю. Ну, в общем, следите за 20-98, 21-02. И 21-07, 21-12, это уже последний такой барьер. И второе сопротивление. Спекулятивно можно попробовать пощупать. Так, поддержку, которую мы неоднократно отмечали, протестировали на этой недельке. Кто ставил алерты, тот заработал. Там, в принципе, не особо сложно было. Вот здесь 4 сессии хорошенько так поканули по объемчику, даже на профиле отличились. И еще поддерживали. Снова тестируют этот уровень. То есть, фактически, позиционно, если пробивает 20-77, 20-75, 20-73, все, это уже точно не покупки. И спрос ушел с штатов, с этого рынка. Пугают повышением процентных ставок. Так, ну вот, лично я как-то очень сомневаюсь, что вообще их поднимать будут. Очень крупная страна с просто зашкаливающим потреблением нефти и фастфудов. И вообще, как бы, самый крупный потребитель в мире возьмет вот так вот и повысит процентные ставки. То есть, я понимаю, что можно деньги печатать. Ладно. Бог с вами, только никого не трогайте. Но себе же испортить всю систему и поднять процентные ставки. Скорее всего, они будут пугать, 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 пугать. Потом, в конце концов, скажут, что, ну, давайте еще оставим. Я думаю, что ее восставят, пока Обама не уйдет с престола. Поэтому, волатильность они будут подергивать. И в нужный момент, когда им нужно будет большое количество встречных приказов на шорт, они обязательно начнут снова пугать повышение процентных ставок. Так, это позиционно-среднесрочно взгляд на S&P. Посмотрим, что у нас на секушке по дельте за эту неделю. Ух ты, кто-то такой мне расцветку сделал. Просто невероятно классно. Так, как видите, большое количество дельты на шорт было 29 и 30 числа. Агрессоры выделим массив по дельте 20,98, 21,02. Такой более точный диапазон по сопротивлению. И вот очень, очень удивила вот эта покупка на 20,78. Возьмите на вооружение, пускай будет вот этот вот уровень резкой, какая вспышка активности на бай. И сегодня дельта достаточно положительно, ну, не аномально, но идут ровно. То есть, учитывая, что вчера, ну, не только вчера, а в среду и в четверг достаточно жестко падали. Вот, возможно, скидывали все-таки байеров. И что стоит заметить, это рост ликвидности каждую сессию. Вот, видите, с понедельника по четверг набирали обороты в каждый день. Поэтому вот этот уровень, который сформировали на этой неделе, он приоритетный. Приоритетный. Сегодня активность слабая, так как первое мая, поэтому это ни о чем не говорит. А вот с понедельника по четверг, конечно, да, это стоит отметить. Пойдем дальше по активности открытого интереса. Сейчас. Видите, входили в рынок. И с 2 миллиона 688 тысяч под конец недели 2 миллиона 770 данных. Конечно, не крупный вход, но все-таки есть. Все-таки есть. Давайте еще. Ну, я скажу даже, что это самый топовый вот сегодня по открытому интересу уровень. То есть максимальный интерес сейчас к цене S&P вот на этой неделе. Поэтому это 2 миллиона уже приоритетный диапазончик, который стоит отслеживать. Так, S&P потом на неделю выделим сейчас такие интересные краткосрочные уровни для спекуляции. Ядро недели 21.04-20.99. Ядро недели разделяет коридор, диапазон, где на этой неделе работали по S&P, как бы на активность байеров и селеров. То есть, если в следующей неделе они смогут даже этот диапазон пробить, то активность селеров достаточно высокая. И на что вот хочется так обратить внимание, это 20.82. Здесь максимальная ликвидность за 15 минут на этой неделе. Я вам сейчас покажу, какой уровень был. 209.000 контрактов. Следующая 15 минут на этой неделе 133.000 контрактов оборот под закрытие четверга. Выделим его в качестве возможного уровня поддержки. И если на следующей неделе не смогут пробить этот диапазон, скорее всего, весь этот маневр был как раз и на снятие стопов, и будет продолжение роста. Припомнится мне, либо в сентябре, либо в октябре, мы обсуждали слухи о том, что ждут S&P на 2300. И вот как раз 2300 планируют, что начнут скидывать пузырь. Ну, в принципе, как раз потихонечку и уже до выборов недалеко. И 2107, 2112, также уровень сопротивления. Здесь под закрытие неплохие были обороты по 70-80 штук. И даже протестировали в среду. Вот такие вот торги на этой неделе. ДАКС. ДАКС. Так, это у нас ДАКС. И вот этот уровень стоит заметить и выделить. на поддержку. Самая топовая ликвидность за этот контракт. Обратите внимание. Такое ощущение, что все-таки хотят спасти, как бы, ДАКС. Сейчас мы посмотрим на Дельте, что там по активности агрессоров. Это ядро контракта. К сожалению, его уже пробили. То есть, селлеры здесь в приоритете. И если на следующей неделе попробуют тестировать вот эту дозагрузку селлеров, спекулятивно можно попробовать там поискать точки входа на ашворд. Так же за контракт у нас есть сильное движение с 12 и уже фактически 11 300. Пока вот байеры себя не особо показывают. И все их попытки развернуть скетировочку уже сошли на нет. Поэтому, ну, так среднесрочно, даже если будет 11 800 тестировать или 700, вполне могут и не развернуть котировочку. В общем, на следующей неделе неспособность пробить вот эту дозагрузку, видите, небольшой такой островок по ликвидности. То есть, протестируют и вполне могут пойти дальше. Как раз у вас получится по равноуделенному каналу. могут и до этого уровня дойти, здесь видите, какой массив. То есть, 11 800, 11 700, если не пробьют, тогда есть все шансы на снижение. Но вот, прям вот так вот. И видите, неделя практически на самом минимуме. Физекс. Долго-долго они 3 600 спасали и 36,5. Вот можно выделить в качестве ядра основного массива в этом контракте. По опережающему индикатору KF мы, в принципе, ожидали два раза, что будет боковичок по европейскому рынку. Не знаю, что с DAXом там случилось. Надо посмотреть отчетность технических компаний, в принципе, основных. Но по FESX они вот-вот только вышли за рамки ядра. То есть, еще чуть-чуть уже были фактически за пределами коридора текущего контракта. 35-45. И, в принципе, если на следующую неделю уйдут ниже этого уровня, покупать будет небезопасно. И лучше работать от шерца. Также могут тестировать дозагрузку, которая была в четверг. Вот они начали падать с 36-65. И вот здесь была дозагрузка селлеров. Чтобы все, что селлеры загрузили на этом уровне, они даже сегодня, вернее, не сегодня, 30-го числа не осилили. То есть, уже говорит о селлерах. Покупать сейчас нужно... То есть, те, кто работают именно на покупку, крайне аккуратно. А вот с шортами здесь нужно искать любой массив, который начнут жестко сдерживать селлеры и пробовать искать точки входа на шорт. Это CSX и индекс РТС, российский рынок. Вот так. Мы рассматривали возможный сценарий поддержки на этом уровне. В крайнем случае поддержку ожидать стоило на 98.96. Но, как видите, здесь просто сражались за индекс РТС начиная с апреля, в первых числах апреля и до 1 мая. Но сопротивление на 104.800. Сейчас давайте увидим его не точно. В общем, такой блокпост на 105. 104.400. А обязательно отметить на всякий случай. Ну, как бы так сказать, на максимуме контракта индекс РТС держится достаточно неплохо. Правда, ликвидность, вот видите, с каждым днем все больше и больше участников уходит на майские праздники и я думаю, что это связано снижение ликвидности именно с предпраздничным периодом. Так, поэтому насчет активности, я думаю, после праздников ликвидность возобновится. что еще хотелось бы отметить, если пробьют 98.500, покупать будет небезопасно. Что там площадка уже достаточно такая серьезная и здесь уже всех собрали. Поэтому выход из этого диапазона будет достаточно импульсный и, я думаю, сильнее. Смотрим, что там под дельцей на индексе РТС. так, боковичок, байером снимали топики на 99.600 выделим и достаточно так интересно покупки размещали следующее вверху, вот прямо на этом уровне. Видите? Ну и, собственно, не ушли далеко с этих цен. Как раз покупки, которые сделали 20, они создали поддержку 28-го числа. Видите? затарились на бай, сняли стопики в классический ход крупного игрока и две сессии не пробивают этот уровень. Вот они на максимуме затариваются там, где как раз все любят шарсить. Ну, в принципе, будем ждать. Возможно, пробьют 103-300, 103-200. Там уже останется только поддерживать спрос. Массив вот этой всей закупки был с 21-й числа по 24-й, так активно три сессии. И, вуаля. Ну, в общем, такая вот схемка. Поэтому возьмите на вооружение и учитывайте вот эти тоже диапазончики. Какой-то интерес по индексу. Продолжение следует... Как видите, снижение немного совсем, несущественное снижение каких-то интереса, но я думаю, что перед выходными фиксировали какие-то позиции, заход на рынок был как раз вот этот период, вот здесь, и уровень как раз ее поддержали на этой неделе, ну, пока вот без активности, то есть на максимуме здесь многие фиксировали позиции, и на этой неделе, ну, как-то не особо ажиотажно, плюс перед выходными, перед праздниками, немногие желают заходить на рынок, будем ожидать прилива активности как раз после праздников, но это не раньше, чем 18-е число, на следующей неделе там полурабочая неделя, ну, может с 11-12 числа, но не все успеют прилететь из каникул, а вот с 18-го уже должны идти на хороших оборотах, так, и спекулятивненько, 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 посмотрим сейчас, что есть интересного, понижение процентной ставки, новость хорошая для Росрынка, и это может дать хороший позитив, главное, чтобы нефтянка поддерживала в этом плане. Значит, две поддержки стоит выделить на этой неделе, особенно во вторник, утром они затарились по сотке, ну, знали же некоторые раньше, чем мы с вами, чтобы понять спортивную ставку, и на 100-950, 101-550, было до загрузка, причем в этот же день, и на следующий день утром они еще до загрузились. Три раза пытались пробить диапазон, не получилось, но неделю так и не обновили, максимум, что очень настораживает, и 102-700, и в среду, и в четверг 103-300, как сопротивление стоит выделить, потому что очень как-то уж подозрительно они боятся этого уровня, вот, ну, выход за этот диапазон, я думаю, вы знаете, что делать, и пробитие в уровне поддержки, также, я думаю, вы знаете, что делать. Хорошим подтверждением наличия спроса, это если этот уровень будет очень активно удерживать, 101-101-500, вот, так, рублиус, рублиус, плюс потиус, вот, зависли на 52-й, вот, я им предлагаю снизиться где-то до 35-й, это было бы неплохо, но не слушается, так, поэтому, 51-800-50, 52-800, ядро текущего контракта, снижение пока приостановили, и такой последний барьер, последний уровень поддержки, 51-150, 50-650. Тестировали, что очень настораживает, липидность идет ровная, пробитие этого диапазона как раз и даст движение на 50-ю, 49-ю, отчетливо было видно сопротивление на 54-400, 50-55-300, тут идет загрузка селлеров, и потом две сессии защищались, и вот три сессии, прямо еще с хорошей ликвидностью, как видите, она топовая была, и вот так, сейчас пока пять сессий был коридор, боковик, собирали толпу перед выходными, выход за 52-800 даст уверенность байерам, и начнут срывать на стополи селлером, и то же самое будет происходить, только наоборот, если будет атаковать 51-ю, там сорвут 105-ю всем покупателям, а это маркет ордера на шорт, и начнут давить, чтобы пробили котировочку 50-500 селлера. Давайте посмотрим, что там по активности на рубрике. Итак, на что стоит обратить внимание, это 27-е число, набрали кучу позиций, вот активность в этом диапазоне, она заслуживает внимания. 29-го фиксировались, то есть, скорее всего, затаривались на покупку, и вот этот маневр снимали с топови байером. вполне может быть такая схемка, вот снова здесь затаривались в этом диапазоне. Но сейчас к рублю максимальный интерес, как видите, топовый за этот контракт, топовый. И давайте посмотрим дельту на рублей на споте. Где маркет-бойч? 136 тонн дельта на рублей была, 28-го числа. Вот 53-я, практически весь коридор там усеян шортами. И 30-го числа, смотрите-ка, возобновилась активность байеров, как и 24-го. Вот этот диапазон все-таки удержан. И вот коридор я бы отметил, на всякий случай, вот тут. Сравним теперь с потиком. Ну, здесь такое себе. Вот, две закупочки, было 23-24-го, и на этой неделе у нуля. Жесткого контроля с чьей-то стороны пока не замечено. Будем ждать после выходных, что... Кто возьмет бразды правления на этих инструментах? Диаром. Вуаля. Согласитесь, великолепно ушли. Просто с самого 1.06 и... Без остановки, с маленькой передышкой на 1.08. Спот мы посмотрели по рублю, вы пропустили на ран. Так, 1.073, 1.08 и 1.063, 1.57 уже по факту мы выделяем в качестве уровня поддержки. Особенно вот загрузка была на минимуме, ликвидность немножко повышенная. И вот две сессии в номер 1 по ликвидности на этом контракте. Вот этот диапазон взять для тех, кто торгует на фьючерсе евро, это номер 1 сейчас диапазончик. Что здесь топовая ликвидность и активность. Максимально уверенное удержание котировки в этом диапазоне, ну в этом районе хотя бы даже, будет подчеркивать наличие спроса, потому что рынок по всем индикаторам, я уверен сейчас. Все индикаторы просто кричат о том, что рынок перекуплен. И не особо думающие трейдеры начнут заходить на шорт. А это вот хороший повод собрать толпу. Может быть коррекция, это вполне нормально. Пробитие максимума контракта было на большой ликвидности, что хороший критерий и хороший триггер. Поэтому если и дадут коррекцию к 105, это будет просто хорошим подарком. И там можно поискать точку входа на покупку. Вот, ну и посмотрим по дельте, что там. Да, вот эти две топовые сессии, они все на дельте агрессора, дельте по забаннерам. Сейчас мы еще посмотрим по агрессору. Да, здесь очень хорошая активность, очень-очень-очень-очень-очень. Вот эти диапазон 12 по 11.55. Здесь максимально активно участвовали агрессоры на покупку. Стоит выделить диапазон и следить по качеству возможного уровня поддержки. Так, и вот спекулятивненько сейчас заглянем. Раз и два уровня поддержки. В среду здесь запрыгивали в подходящий поезд. Вот тут размещались и еще в четверг тут размещались. Поэтому обязательно, те, кто верят в покупки, следите за вот этим диапазоном. 11.30, по 11.77, там плюс-минус. Затаривались на максимуме в среду. Еще реверсивную сессию сделали в четверг. Ну и не пробили пока, даже в пятницу не осмелились пробить в диапазон. Если будут вот эту котировочку удерживать, не пускать ниже 11.30, это хороший знак на спросе. И, ну, тогда уже второй вариант это вот здесь. То есть, корректно смогут дать сюда и отсюда снова возобновить движок. В принципе, понедельник-сторник, ядра этих дней тоже можете взять качество поддержки. Так, на фунтике у нас с 13-го числа полмесяца тащили прям до 54-го без каких-либо возражений на коррекцию. Вот она пошла, первый раз. Буквально вот тут одна сессия была ниже по минимуму, чем предыдущая. Ну, тут нормально, потому что ожидаемо, так как пробивали тот локальный максимум. Здесь немножко была заминга. И 52-ю, если будут удерживать вот в районе 51-20, 52-52-60, хороший знак на возобновление. Но как-то очень уж агрессивно скинули. Включение, что здесь уже не было байеров и петрук просто рухнуло. С этих диапазонов возьмем все-таки 53-10, 53-65 в качестве сопротивления. Если не ошибаюсь, Британия читалась по ВВП об этом квартале не особо, как и Штаты. Наконец-то они нарисовали хоть какой-то убыток по своему ВВП. А он, в принципе, есть, они его просто искусственно сдерживают, ну, по статистике. И, хочу заметить, на фунте активность топовая, топовая в этом контракте. Почему именно я обращаю внимание на это? Так как практически из 10,9,8 точек на реверс идут на повышенную ликвидность, разворот. Так что, возьмите на вооружение. Так. Бренд. Пожалуйста. 66-я, не особо приятная цифра, конечно, 66,6. Но есть. Так. Плита вот прям на макушке крутая получилась. 65,50. И 64,50 возьмем как ориентир, будем следить. Путь держит. А это, в принципе, пока очень тяжеловато. Потому что на максимуме не так уже с начала апреля, да, раньше даже, с начала марта, тащит котировку без остановок. Вот тут буквально чуть-чуть, вот, коррекция была, до этого вообще без коррекции. И видите, уже из этого массива расширение идет, идет достаточно тяжело. Вот, возможно, даже вот этот маневр, это снятие стопов, и они могут все-таки коррекцию какую-то произвести. Но главное, чтобы не ниже вот этого корридорчика. 62,5 и 63,5. Это вот последний такой барьер. Потому что здесь достаточно жестко боролись. И тут максимальная ликвидность. В этом контракте июньском по бренду. То есть, коррекцию стопов, это еще не страшно. То есть, вот здесь главное, чтобы они создали снова поддержку и затаривались нефтянкой. Ну и последний блокпост, это 60-е, плюс-минус полдоллара, последний, последняя инстанция. То есть, это уже будет разворот рынка. CL-ка, light sweet, crude oil. Начал новый контракт июньский, и плита вот находится на 56,20,58. Скучно, и как-то не особо верится, что вышли на покупку. Ну, предполагать это дело не будем. Будем верить только фактам. Пробитие вот этого диапазона я бы даже выделил вот так. 56,70. Вот массив основной. Пробитие этого коридорчика, наверное, будет хорошим звоночком на начало нисходящей динамики. Потом надо проследить, чтобы 54-ю поддержали вместе с 53-ю. Топовая ликвидность пришлась как раз на расширение цены, но ликвидность, как видите, потом сразу же, сразу же затихла. Ну, как-то уж очень подозрительно пахнет снятием стопов перед продажами. Вечно золотое, вечно дорогое. Золото такое. Какой-то просто Армагеддон произошел на этой неделе по котировке. Волатильность, не знаю, уже совсем про страх потеряли эти манипуляторы. Прямо вот такие две сессии, раз, потом вот так вот. Это какой-то Армагеддец. Вот. Ну, наверное, уже таких позициончиков скидывали, что прям уж не верится. Не смогут пробить 11.82.5. Значит, действительно, скидывали шарты и у нас накануне затяжная продажа. Ну, а вот этот вот чудо-массив, наверное, стоит зафиксировать и выделить 12.07.12.12.5. Две сессии насладились и сняли у всех стопори, только можно. Самое вкусное размещение. Ну, и котировка буквально за неделю ушла ниже основного ядра в районе 12.05.11.95. Вот этот массив номер один. Могут корректироваться, а главное, чтобы не пробили 11.95. Но если даже вот это не пробьют, это действительно агрессивность серверов на высшем уровне. Топовая сессия была 30-го сила. А значит, мы вполне можем наблюдать зарождение какой-то затяжной динамики, тенденции. Так, планируется курс практикум в ближайшее время и небольшой курс по реверсивности рынка, как концепция. Детали будут чуть похоже на сайте. Вас с праздником, берегите себя. Поддохните на этих кодных... Дэзи не можем сделать, а он ведь мне это не прислал. Хорошо, я ему позвоню, чтобы он вам скинул какие-то документы. Уже пришла весна, тепло. Вот, поэтому всех поздравляю. И встретимся на следующей пятнице в 20.00, как обычно, по этой же ссылке. До свидания пока. Продолжение следует... Продолжение следует...